День добрый, дорогие друзья! У нас сейчас на календаре 26 января. Первый раз в наступившем 2023 году мы собираемся в нашей импровизированной студии Приана. Сегодня тема нашей беседы, тема нашего вебинара Соединенные Штаты Америки, если говорить глобально, и иммиграционная виза EB-5, если говорить чуть более локально, но мы коснемся сегодня в разговоре, естественно, не только этой темы. Наш эксперт сегодня Варвара Латынцева, коммерческий директор иммиграционной компании Second Wind. Варвара, здравствуйте! Добрый день, Филипп! Всем также здравствуйте и спасибо за то, что нашли время присоединиться к вебинару. Традиционно и запись вебинара будет, и вопросы в чате, пожалуйста, Варваре задавайте, когда они у вас появятся. Я думаю, что мы начнем, наверное, наш разговор визы, точнее, иммиграционные программы EB-5, мы коснемся чуть позже, поговорим о ней чуть позже. Начнем сейчас вообще с общей ситуации, которая особая для граждан России, особая для граждан Казахстана и Украины, связанной вообще с возможностями поездки в США. Но поскольку ваша компания, насколько я понимаю, занимается Америкой в широком смысле, не только программы EB-5, можно несколько слов о вас. Ну и потом, вот у нас же нового посла, например, в России у нас начали, как раз к этому, можно сказать, приурочим наше общение. Слов о том, что сейчас вообще происходит на этом иммиграционном направлении. Можно сказать, что мы планировали вебинар именно к событиям. Спасибо большое за представление. Наша компания базируется в Москве. Основная специализация, как Филипп уже сказал, это инвест-миграция программы EB-5. Работаем с достаточно много туристическими и студенческими визами и смотрим, что происходит. До сих пор остаются клиенты, с которыми разговариваем, когда мы говорим, что в принципе Штаты продолжают выдавать визы россиянам, мы слышим некое удивление, скажем так, и недоверие в голосе. То, что сейчас происходит, это, к сожалению, закрытое консульство США в России, которое не принимает документы ни на продление виз, ни на получение новых, естественно. Но вот приятная новость, которая произошла в конце прошлого года, они хотя бы начали, возобновили работу с гражданами США и возможность продления паспорта для граждан США в России. Поэтому для россиян, к сожалению, остается необходимым выезжать в другие страны для получения любых виз иммиграционных, не иммиграционных. В каких-то консульствах даже уже сформировался костяк консулов, которые говорят на русском и проводят собеседование на русском, что достаточно удобно для клиентов. Где-то собеседование проводят на английском, где-то можно с переводчиками. География и локация, она очень широкая. Клиенты ездят в Бразилию, Великобританию, страны Европы, редко в страны СНГ, Бахрейн, Дубай и прочее. То есть по всему миру. Я как раз хотел у вас спросить, вот ваша история, поскольку вы совсем, что называется, в теме, где этот процесс более легкий, где этот процесс более сложный, какие здесь сейчас существуют тенденции? Официально консульством ответственным за РЭП было назначено консульство США в Польше. У них очень большой штат, есть русскоговорящие консулы и все иммиграционные визы, практически все были переведены именно туда. За счет этого в Польше сложилось некое понимание российского клиента и какой-то постоянный поток российских заявителей, которые подают документы. Здесь мы, конечно, очень часто слышим настороженное отношение наших соотечественников относительно самой Польши, потому что Польша заявила, что россиян напрямую они не пускают, хотя если говорить про наших клиентов, последние два или три года, они ездят всегда обходными путями. Сначала это был ковид, нельзя было ездить напрямую, сейчас это постановление, которое запрещает россиянам въезжать на территорию Польши. Соответственно, клиенты едут через какую-то промежуточную страну, например, Германию, Венгрию, пересаживаются на внутренний рейс внутри Шенгена и долетают до Польши. То есть Польшу можно выделить как хорошее направление и сейчас, например, сегодня мы записывали клиентов буквально через неделю, 6 февраля было, даты очень близкие. Также много кто ездит в Казахстан, но в Казахстане повышенный процент отказов, поэтому мы очень осторожно к нему относимся. У Сербии хорошая статистика по выдаче виз, но там собеседование, возможно, только на английском языке, поэтому подходит не всем. И вот в последнее время Бахрейн можно выделить. Вы сказали, Бахрейн, я немножко удивился. Где Бахрейн, в общем? Но это, опять же, все вот относительно. Когда мы начинаем... Первый раз слышишь Бахрейн, реакция пауза, а потом мы смотрим. У нас не требуется виза для граждан России в Бахрейн. Прямой рейс летает из Москвы. Это гигантский плюс, да, то есть расходы просто на перелет, они меньше. И плюс дополнительно у них практически всегда есть русскоговорящий консул, то есть они даже не всегда переводчиков пускают. То есть вот такая история. С датами, с оплатами госпошлин, там отдельные сложности, но это технические моменты. А так, конечно, вот там за последний год, опять же, была волна какая-то в Бразилию. Бразилия достаточно неплохо давала визы. Там тоже есть консул, который слабо, но говорит на русском. К сожалению, много отказов было в ЮАРе, да, хотя даты были доступны. Если говорить, в принципе, про процент отказов, в Штатах он всегда был для россиян, да, в районе там 20-30 процентов. Сейчас он чуть выше просто потому, что россияне едут не в свою страну, соответственно, а их документы, их стиль поведения в какой-то степени, да, незнаком для консулов. Плюс зачастую все-таки собеседование не на родном языке, на английском. Это тоже влияет, непонятные документы. Ну и плюс, конечно, какой-то небольшой процент остается на, скажем так, не очень позитивную настроенность определенного консула. Само правительство США и миграционные службы не делали никаких заявлений о том, что визы или программы какие-либо были закрыты для россиян. Даже были вот обратные, скажем так, высказывания в Штатах. Да, это как раз они, скажем так, ну со стороны, по крайней мере, мы за этими информационными потоками следим, высказывания американцев, они гораздо более мягкие, чем, скажем, высказывания у многих европейских. Политиков-то уж точно. Понятно, что не все распределяет политика, но... Да, мы исключаем санкционные списки, да, это отдельная история. В принципе, для россиян как бы не было сделано никаких заявлений, но тоже можем отметить, например, что в период мобилизации очень резкий всплеск отказов был, когда консулы понимают, да, что вполне возможно, те, кто пришли сейчас на собеседование, у них цель действительно уехать, они боятся мобилизации. И далеко не положительно сказались истории, которые публиковались в «Нью-Йорк Таймс», «Форбсе» о пересечении россиянами мексиканской границы и подаче документов на беженство. Соответственно, там, по-моему, цифра в 22 тысячи приведена, что говорит о большом потоке стремящихся, ну, любыми путями, скажем так, оказаться в Штатах, а дальше разобраться с документами. Это, конечно, имеет свою роль и также, к сожалению, немного увеличивает процент отказов. Но визы давали и дают и туристические, и студенческие, и бизнес-визы. Никаких приостановок или запретов на выдачу виз для россиян на настоящее время не действует. Хорошо. Я думаю, что мы в конце нашего диалога обязательно еще этого вопроса коснемся. Напоминаю, вопросы свои вы можете задавать в чате. Постараемся нам большую часть, если какие-то вопросы будут, ответить прямо в рамках нашего вебинара. Если вы хотите пообщаться лично, далеко не все иммиграционные вопросы хочется так наносить, что называется на общий суд, я думаю, что мы в чате сейчас просто контакты Варвары опубликуем для компании Варвары и компании Second Wind. Пожалуйста, все данные. Обращайтесь. Обращайтесь, да. Но чуть позже сейчас все-таки поговорим о программе EB5, и я сразу тоже включу презентацию для, еще раз, во-первых, для понимания, так, секундочку, все, презентация включена. Значит, несколько слов о том, что Варвары рассказали о компании. Давайте просто пару слов о вашем взаимодействии с программой EB5. И переходим уже к тому, что это за программа, для кого-то напомним, для кого-то, скажем, с нуля. Как я уже говорила, мы базируемся в Москве, и наша основная специализация – это инвестиционная вибрация по программе EB5, соответственно, для клиентов мы обеспечиваем полную поддержку на всех этапах, начиная там с общего знакомства с программой решения, насколько эта программа может вам подходить. Помимо финансовых показателей, там есть свои определенные нюансы, которые могут подходить далеко не каждому, и, соответственно, при положительном решении ведения всего процесса. Мы единственная компания в странах СНГ, которая является членом Ассоциации региональных центров США, которая находится в Штатах, и ее основная цель – это представление интересов членов индустрии EB5 в коммуникации с государственными органами. По сути, нам это дает, скажем так, наиболее расширенную и обновленную информацию о тех законодательных актах, которые были приняты, и понимание тех инициатив и перспектив, которые обсуждаются сейчас, в настоящий момент времени. Может быть, они никаким образом не закреплены, да, еще документально, но мы понимаем, что направление идет в ту сторону. Ну и, как уже упоминала, чуть-чуть работаем с туристическими и студенческими визами. Давайте тогда о программе EB5. Во-первых, что она собой представляет, и немножко истории, поскольку последние полтора-два года программа переживала, скажем так, миллионские времена. Какая история? Пожалуйста. Абсолютно верно. Соответственно, если говорить про программу EB5, это одна из возможностей получения грин-карты США, вида на жительство, который в дальнейшем ведет гражданство. Получить грин-карту в Штатах можно через родственные связи, через работодателей, через выдающиеся способности, или вот дополнительная опция, это инвестиционная история программы EB5. Действительно, в последние пару лет было очень много изменений, поэтому очень часто, когда мы начинаем говорить, мы просто начинаем с того, какие сейчас базовые вводные данные. По сути, вот эта, скажем так, череда изменений, которая была за последние два года, она прекратилась с законом, который подписали в марте прошлого года, и основная часть пунктов, по которому вступила в силу в течение года, и продолжает, соответственно, потихоньку внедряться иммиграционными службами. Ну, давайте, действительно, может быть, я немножко поспешил про историю программы и про вот все вот эти легкую неразбериху, я думаю, мы поговорим чуть попозже, а вот сейчас все-таки основная история, что сейчас она собой представляет, это будет, наверное, правильнее. Давайте. В данный момент времени сумма инвестирования по программе EB-5 составляет миллион 0,5 тысяч долларов. Для проектов, находящихся хоть где на территории США и для тех проектов, которые находятся в сельской местности или на территории с повышенным уровнем безработицы, сумма инвестирования снижена до 800 тысяч долларов. Сумма инвестиций – это одно требование. Второе требование, чтобы деньги были проинвестированы в живой бизнес и чтобы инвестиция создала как минимум 10 рабочих мест. Требования к инвестору достаточно низкие – это отсутствие судимости и возможность показать законный источник получения денежных средств. И вот эта сумма, она включает в себя заявку от инвесторов, в которую автоматически включаются близкие члены его семьи. Это супруг супруга, дети до 21 года. Вот эти правила как раз были закреплены марковским законом, который подписали в прошлом году. Несколько слов давайте вообще о том, насколько популярна эта программа. Скажем так, в общем мировом масштабе. И, возможно, несколько слов о интересе россиян, украинцев. Кто вообще этой программой интересуется, кто ею пользуется. Мы подготовили несколько слайдов со статистикой, которые, считаем, достаточно интересно показывать то, что происходило с программой B5 в прошлом. И отвечает как раз на вопрос Филиппа, насколько эта программа популярна. Если говорить о количестве выдаваемых виз, именно виз, то здесь у нас есть ежегодная квота в 10 тысяч виз на выдачу по этой программе. И, собственно говоря, вот на графике представлено количество выдаваемых виз последние 12 лет. Мы видим, что с 2014-2015 года, по сути, где-то вот рядом с потолком по количеству выдаваемых виз мы находимся. История 2020-2021 года, если мы говорим именно о визах, она отражает снижение, не снижение интереса, потому что по выдаче виз мы не можем оценить, какое количество заявителей было в том или ином году. До одобрения визы может пройти несколько лет с момента подачи первой заявки. И, соответственно, 2020-2021 год, это у нас ковид, когда основная часть консульт была закрыта и не работала в полном объеме. Поэтому, несмотря на то, что количество заявителей продолжает быть очень большим в очереди на рассмотрении, количество выданных виз достаточно маленькое, так как консульство оперирует не в полном объеме. Если мы хотим смотреть на количество подаваемых заявок, то статистика по петиции первой, которая называется 526, она дает чуть больше данных. То есть мы можем видеть, что по сути 2012-2013-2015 года количество заявок значительно превышало количество возможных виз. 2021-2022 мы видим резкое снижение, которое, в частности, вызвано вот этой чехардой, которая происходила в законодательстве и рядом изменений. Если напомнить, коротко было повышение суммы, закрытие программы на 9 месяцев и краткосрочные продления на месяц-два в течение, наверное, начиная с 2017 года. Я, может, уточню, чтобы было понимание. Вот на данный момент программа работает, заявки принимаются, но, может быть, они одобряются не так быстро, как хотелось бы. Они одобряются совсем не быстро, но заявки принимаются и заявки одобряются. Но был какой-то период, год, наверное, назад, когда они не принимались и не одобрялись. То есть действительно же был какой-то период, когда сказали, все, программа наступит. С июня 2021 года по март 2022 года не принимали заявки по программе EB-5 и не выдавали визы. Здесь стоит тоже отметить, что программа EB-5, она на две части подразделяется. Первая часть – это когда вы инвестируете в свой собственный бизнес. Второй – когда вы инвестируете в проект региональных центров. Вот эти проекты региональных центров – это пилотная история, но практически все заявители идут через нее. Поэтому, когда мы говорим, что программа не работала, мы говорим про региональные центры. Они не имели права принимать инвесторов, иммиграционная служба не принимала заявки, не рассматривала. Консульство не выдавали визы по программе EB-5 через региональные центры. Вы сказали, не я сказал, но кто из нас первый скажет, сочетание региональные центры. А вот вопрос от Ирины, Ирина, обязательно на него ответим. Чуть позже мы сейчас просто сделаем маленький переход к этим региональным центрам. Я, соответственно, тоже включу определенный слайд, потому что тут тоже явно надо объяснить тем, кто не сталкивался с этой программой уж точно возможности инвестирования. Сейчас я как раз этот слайд включу. Про граждан РФ поговорим отдельно. Итак, вот что же инвестировать? Как я уже отметила, требуется инвестирование в живой бизнес, который создает рабочие места, и осуществить это можно двумя способами. Вы открыли новое юридическое лицо, купили франшизу, купили действующий бизнес, и за счет вашей инвестиции должны, но быть создано как минимум 10 новых рабочих мест. То есть эта часть программы, ее, как, собственно говоря, ввели в силу в 1990 году, так она и работает, и ничего не изменялось, ну, кроме суммы, которая тоже так же прыгала. Все вот эти изменения основные, они касались как раз региональных центров. Так вот, что такое региональные центры? Это коммерческие организации, которые работают на территории США, и которые обязаны получать лицензию, регистрироваться с иммиграционными службами до того, как они начинают работать. По сути, региональные центры, они представляют собой менеджеров фондов, которые выбирают проекты, структурируют проекты и защищают интересы инвесторов перед этими проектами по всему процессу программы ID5. Про него мы поговорим чуть попозже. Соответственно, если мы говорим про те преимущества, которые есть в проектах региональных центров, это то, что проекты чаще всего побольше, практически всегда это сфера коммерческой недвижимости, это отели, жилые комплексы, складские помещения и прочее. Чаще всего в этих проектах есть какие-то дополнительные источники финансирования, это не только инвесторы. И также, согласно законодательству, в проектах региональных центров возможно учет рабочих мест не только тех прямых, которые созданы на площадке проекта строителей, условно говоря, но и косвенных. Есть отдельные формулы, одобренные правительством, которые принимает иммиграционная служба, которые помогают рассчитать создание рабочих мест. Но это значительно упрощает процесс для инвестора и, по сути, для него превращает инвестицию в такую слегка пассивную историю. То есть, региональный центр, вы сказали слово фонд, по сути, ты даешь деньги ему, а сам региональный центр уже определяет конечный проект. Или это не совсем так, все-таки конечный проект определяешь ты? Конечно, проект определяешь ты. Ты на входе понимаешь и проект, и региональный центр. То есть, мы смотрим на две составляющие, если выбираем проект. То есть, это и команда управленческая регионального центра, и что они из себя представляют, какая статистика, опыт у них уже имеется. И также команда, которая работает с самим проектом. То есть, те структуры и документация, которая создается у региональных центров, ну, в 99% она именно сделана под определенный проект. То есть, вы получаете проектную документацию, бизнес-план, полностью локации, расчеты по самому проекту. И дополнительно важно смотреть опыт регионального центра. То есть, у нас вот этот проект разбивается на два кусочка. Правильно ли я понимаю, что для регионального центра работа с EB5, ну, с одной стороны, с инвесторами, а с другой стороны, с проектами, которые заинтересованы в дополнительном финансировании, это, по сути, основной бизнес. Они создаются для этой программы. Или это не совсем так, они работают чуть шире? Очень хороший вопрос. Региональных центров, на самом деле, по их структуре и принципам работы размножилось там за последние 10 лет большое количество. Есть региональные центры, которые крупные. Мы, например, считаем, что для инвестора наиболее безопасны и к тому региональному центру, для которых EB5 – это их основная деятельность и которые работают только с инвесторами по программе EB5. Соответственно, они больше погружены в юридические и миграционные аспекты процесса. Есть региональные центры при застройщиках. Например, если у застройщика есть какой-то поток проектов, он может как дополнительное подразделение открыть региональный центр и, соответственно, привлекать деньги в свои проекты. Чуть меньше прозрачности, чуть больше рисков. Таких проектов сейчас значительно меньше. По сути, вот после того, скажем так, перечной изменений, которые вошли в силу в прошлом году, количество таких региональных центров уменьшается. И плюс дополнительно были небольшие, совсем маленькие региональные центры, которые занимались EB5. Ну, пойдет, не пойдет, пойдет, не пойдет, собственно говоря. Поэтому вот они как раз тоже уходят сейчас с картины, потому что одно из изменений прошлого года – это сильное ужесточение требований к региональным центрам, которое произошло. Сейчас ожидается дополнительно значительное повышение государственных пошлин, которое прогнозируется вот в этом году. То есть стало дороже, сложнее и дольше получать лицензию. Требования увеличились. Поэтому мы вот уверены, что в течение этого и следующего года количество региональных центров будет уменьшаться. Но если мы говорим про инвесторам, нам важно вот понимать самые крупные, кто они, и смотреть уже их проекты. Второй вопрос от Ирины. На первый тоже ответим. Давайте начнем, наверное, со второго. Тем более, что у вас в слайде есть эта картиночка. Сейчас я ее открою. Через сколько лет возвращаются инвестиции? Вот здесь написано, выгодность за инвестиции 5-7 лет, доходность 0,25-1% годовых. Вот можно немножечко об этом. То есть как ведется инвестиционная работа через региональные центры? Действительно ли вот эти 800 тысяч или миллион пятьдесят, если мы работаем через региональные центры, в каком смысле это подарок, в каком смысле это все-таки деньги возвратные? И вообще вот успешность того бизнеса, в который ты вложился, и получение грин-карты, насколько это там разные процессы? Здесь вы хорошо подметили, что, по сути, у нас есть два разных процесса. Это финансовый, это то, что происходит с денежными средствами. И вот здесь у нас есть такой слайд, который схематично показывает поток денежных средств, который идет от инвесторов в новое юридическое лицо, которым управляет, который координирует региональный центр. Дальше деньги идут в проект. Вот возврат из проекта обратно в юрлицо и распределение по инвесторам зависит от тех договоренностей, которые зафиксировал региональный центр с самим проектом. Эта информация есть в проектной документации. Чаще всего это пять-семь лет. И инвестор получает только кусочек доходности, вот 0,25-1% годовых, потому что региональный центр тоже должен на чем-то зарабатывать. Он как раз зарабатывает зачастую на разнице процентов. Простите, правильно я понимаю, вот на старте, хорошо, на старте я выбираю региональный центр. Выбирая региональный центр, я через него выбираю и тот проект, в который я в итоге хочу инвестировать. В этот момент я подписываю договор, в котором цифра пять-семь лет и процент, они оговариваются или не совсем так? Вы инвестируете в юридическое лицо, цель которого участие в программе ИГ-5. Параллельно и в определенном проекте параллельно у вас есть доступ до либо предварительных, либо уже зафиксированных договоренностей между тем юридицом, в которое вы инвестируете, которые соглашения и договоренности были осуществлены региональным центром до того, как они начали предлагать проект. И там прописано, когда, на какой срок, под какой процент денежные средства будут использоваться в проекте. А в том юридическом лице, в которое вы инвестированы, прописано, что вы проинвестировали эти деньги. Деньги могут использоваться для программы ИГ-5, и они предназначены для участия в этом проекте. И после возврата денежных средств, они возвращаются в таком порядке. И порядок возврата, он прописан. Там чаще всего говорится о том, что они в первую очередь возвращаются инвестору до того, как они не получат обратно свой полный объем проинвестированных средств в начале. Я давайте вернусь сейчас к этому слайду, просто чтобы можно было еще раз все-таки уточнить. Вот она цифра, точнее даже вот здесь. Значит, вот доходность 0,25-1 процент. Это имеется в виду, то есть по большому счету, давайте так, 0,25-1, ну это по сути доходности нет. Ну то есть она ничтожно мала. Это означает, что региональный центр свои деньги получит, но инвестор получит их только в случае, если региональный центр выступил так относительно успешно. Так это или нет? Ну основное, когда мы говорим про участие в программе EB-5, вот мы тоже затронем это, это иммиграционный процесс, да, получение документов, green card. И второе, возврат в идеале вот этих 800 тысяч. То есть это вот, ну как бы то, что вот если это произошло, это уже отлично. Доходность, это не про EB-5. Есть проекты, в которых доходность предлагается чуть выше, да, но смотрим, там куча нюансов. На каких условиях перешли деньги от того юрлица, когда вы инвестировали, каким образом забирает региональный центр свое вознаграждение, каким образом, то есть в первую ли очередь, либо в последнюю. Вот эти все тонкости и нюансы, они все отличаются от проекта к проекту и прописаны на документации, которую получает инвестор. Что-то опять вспоминаем? Да. Не, это просто очень интересно. Я думаю, что мы в этот момент еще сейчас просто несколько вопросов по нему задам. Тогда все-таки еще один момент. Вот я вкладываю, обращаюсь в какой-то региональный центр. Вот выбирая региональный центр, нужно было для того, чтобы понимать, что эти деньги все-таки к тебе вернутся. Идеальнее всего выбирать региональный центр, который имеет некий там бэкграунд, который показал, что он с одной стороны, в принципе, решит проблему с количеством мест, он выполнит для тебя условия программы. То есть создав нужное количество рабочих мест, не разорится и, условно говоря, на протяжении вот этих лет доведет историю до конца. Так? Абсолютно верно. Сейчас вот одно из преимуществ программы ИВ-5 в настоящий момент времени, по сравнению с программой ИВ-5, условно, 10 лет назад, что есть ряд региональных центров, которые могут уже показать реализованные проекты, в которых инвесторы получили денежные средства обратно. Там у самого крупного регионального центра у них 48 проектов, в котором они вернули инвестиции четко в срок в полном объеме. То есть, ну, уже как бы это значительно, скажем так, обеспечивает больше уверенности того, что и со следующим проектом будет все в порядке. Риск он остается. Программа ИВ-5, она включает в себя зашитые риски, которые, собственно говоря, были при формировании программы, что денежные средства должны быть инвестированы под риском. Но имеется в виду экономически разумный риск. Никто вас заставлять деньги в непонятные абсолютно, скажем так, трешевые проекты не будет. Вы получаете доступ до информации, вы должны ее запрашивать, спрашивать и смотреть, что прописано в документах. И на это нужно выделять время. Тот опыт, который есть у вас. Вы же, ну, как бы, там, ну, условно говоря, не знаю, в какой степени мы употребим этот глагол. Вы помогаете выбрать региональный центр? И вот вы показали вот тут один слайд тоже, мы его пропустили. Мне кажется, он тоже довольно любопытный. Все-таки вот этих иностранных региональных центров около 600 сейчас. И, как я понимаю, только очень малая их доля тех, кто реально профессионалы в работе с программой ИВ-5. Да, и на самом деле основной нюанс, что их достаточно сложно, ну, как бы, понять вот тех, кто находится в этом красном треугольничке. То есть здесь мы постарались визуально изобразить количество региональных центров всего и тех, кто хотя бы прошел цикл от начала до возврата денежных средств по одному-двум проектам. Да, потому что если, в принципе, они хотя бы по двум-трем проектам прошли, проект хороший, да, ну, уже, как бы, мы понимаем, что можно разговаривать. Те региональные центры, у которых не было возврата по прошлым проектам, ну, это, наверное, какие-то отдельные истории, где, например, вы знаете учредителей, да, вы знаете собственников и команду, мы, как компания, помогаем как раз вот собрать этот маленький список проектов тех региональных центров, у которых уже есть статистика по возврату денежных средств, которые ее открыто дают, ну, открыто-закрыто. В любом случае, когда мы начинаем работать, мы сначала даем общую информацию, а дальше мы делаем звонок с самим региональным центром и с проектом, чтобы инвестор мог напрямую задать все вопросы, потому что именно вот команда регионального центра будет ответственна за возврат денежных средств и за реализацию всего процесса от начала до конца. Является ли, значит, ты проинвестировал, и это есть, как бы, первый шаг, как я понимаю, ну, какую-то разрешение, какую-то грин-карту ты получаешь уже в тот момент, когда твою инвестицию одобрили, так это или нет? Да, мы чуть подробнее будем. Да, если первоначально собираются документы, инвестируются денежные средства, дальше ждем одобрения заявки, и только после одобрения заявки инвестор там либо через визу, либо через смену статуса получает грин-карту. Одно из изменений прошлого года, что сейчас вот этот период рассмотрения, который в данный момент времени составляет там несколько лет, при наличии открытой действующей визы инвестор может ждать решения по его заявке, находясь на территории США. Виза любой, то есть если ты легально прибыл в США, подав заявку, пусть она даже еще не одобрена, ты в США имеешь права находиться. Да, тебе, правда, сначала нужно получить временный документ, разрешение на работу и разрешение на въезд в виз, что может привести к тому, что условно там год-полтора ты будешь невыездной и ждать временных документов. Получил временный документ, уже можешь ездить, работать, делать практически все то же самое, что и с грин-картой, но саму грин-карту ты получишь только после одобрения заявки 526, вот этой первой петиции. Такой все-таки момент, насколько, возможен ли теоретически или практически такой вариант, что ты, ну, там, вкладываешься в некий региональный центр. Проект регионального центра финансово не сильно успешен, но все равно на выходе грин-карту ты получаешь. Или если вдруг проект, вот, успех регионального центра и получение грин-карты, как они завязаны? У иммиграционной службы два требования, чтобы вы проинвестировали денежные средства и чтобы были созданы рабочие места. Если рабочие места, если мы говорим про региональный центр, расходы по проекту состоялись согласно заявленному бизнес-плану, то экономическая составляющая, успешность проекта иммиграционной службы не интересует. То есть, если инвесторы проинвестировали, проект пошел, начался, но в какой-то момент времени они там не вышли на те финансовые показатели, которые планировали, да, иммиграционную службу это уже не волнует. Рабочие места созданы, деньги проинвестировали, инвестор выполнил свои требования, которые к нему приезжают, соответственно, документы он получит. Он может не всю сумму инвестиций при этом получить обратно, да, то есть он проинвестировал 800, да, вернут ему там 700 с копейками, 750, в зависимости от того, как история вот развивалась с проектом. Ну, условно, да, инвестировали в строительство мультифэмили, который под дачу идет в аренду, квартира имеет одного собственника, да, но не сдается оно на том уровне, на котором прогнозировали. Рефинансирование не могут получить, потому что ставки пошли сейчас дико наверх, да, там продлили на год, на два, да, дальше решают и смотрят. Там, например, были ситуации, когда продавали долг IB5 для того, чтобы вернуть денежные средства инвесторам, договаривались там о более, ну, растянутых по срокам выплатах, да, ну, то есть какой-то вариант все равно находили, и здесь вот как раз региональный центр, он в совокупности представляет интерес инвесторов, разговаривает с достройщиками, смотрит, что можно сделать фактически вот в этой ситуации для того, чтобы, ну, каким-то образом увеличить шанс получения большей части суммы вот той инвестиции, которая была сделана в начале. Опять же, большинство проектов у крупных региональных центров, если мы говорим про крупные региональные центры со статистикой, по большинству проектов они возвращали полностью все и в срок, да, но когда мы заходим в проект и мы подписываем документы, мы всегда должны понимать, что есть риск того, что деньги вернут не в полном объеме и не в ту дату, которую обозначали изначально, потому что это живые проекты, там какие-то вещи могут пойти не так. Все-таки еще одно уточнение, вы сказали, что 95% людей, которые выбирают схему для инвестиций, все-таки выбирают схему с региональными центрами. Если все-таки не нужен региональный центр, какие здесь плюсы и минусы? То есть ты сам просто инвестируешь в данные условия? Ну, во-первых, сразу понимаем, что это гораздо сложнее, да, даже вот первый этап сбора документов, если мы говорим про региональный центр, по сути, собрали документы личные, положили их с региональным центром, все, подали. Если мы говорим про собственный бизнес, вы должны понять локацию, бизнес-план, каналы продаж, то есть у вас должен быть подробный, детальный бизнес-план вашего предприятия. Вы должны проинвестировать денежные средства. Если мы говорим про региональные центры, они чаще всего выбирают проекты, которые заведомо подходят под сниженную стоимость инвестирования, 800 тысяч долларов, поэтому мы так много повторяем эту цифру. Практически все проекты региональных центров идут по 800. Если мы говорим о своем собственном бизнесе, да, то там будет сумма зависеть от локации. Достаточно большая вероятность, что сумма будет миллион 0,50. Плюс нам нужно будет составить вот этот гигантский пакет документов вашего участия, бизнес-плана, иммиграционных документов. На это нужно закладывать достаточно много времени. Это подготовка только, да. А дальше самое основное – это насколько вы уверены в том, что вот тот бизнес-план, который вы подготовили, и та компания, в которую вы инвестируете денежные средства, она будет работать следующие 5-6 лет, создаст 10 рабочих мест, которые просуществуют хотя бы там 2,5 года для одобрения грин-карты. Вот в начальном этапе очень мало кто может прогнозировать, как оно пойдет. И 10 рабочих мест, с учетом того, что в Штатах все-таки есть минимальная оплата труда, и она очень сильно отличается от того, что есть в России и странах СНГ, да, это гигантский кусок бюджета, который уходит на эту часть. Плюс, естественно, продвижение, незнакомый рынок, юристы, да, это отдельное. Мы сейчас как раз уже к этому плавно перешли, когда мы сейчас поговорим о том, в каком порядке все-таки все надо делать и что занимает такие сроки. Но вот этот ключевой параметр, значит, проинвестировать сумму, ну, окей, понятно, это пару вопросов про это тоже коснемся, но все равно. А 10 рабочих мест, вот какой срок ты должен эти 10 рабочих мест держать, да, потому что вполне же, может быть, если мы говорим о строительных проектах, у них срок вот этого проекта может быть там 2-3 года, все, проект закончен, просто этих людей уже держать бессмысленно, да, вот как с этим быть? Здесь, собственно говоря, там есть нюансы и формула того, как можно учитывать, то есть, например, у тебя может быть меньше срок привлечения сотрудников, но их будет больше, да, и есть коэффициент, по которым это рассчитывать, но, в принципе, вот эта задача создать 10 рабочих мест, она как раз является основной, потому что это должна быть полная рабочая неделя, больше-таки 5 часов в неделю и срок более 2,5 лет, когда эти рабочие места живы, да, то есть у нас есть там по процессу, сейчас пройдемся, первая заявка, где вы говорите, я проинвестировал деньги, проект создаст 10 рабочих мест. Это обещание. На основании этого обещания вам дают короткую грин-карту на 2 года, и по истечению этих 2 лет вы должны сказать, деньги в проекте, я выполнил обещание. Два года это фиксированный срок? Да, если мы сейчас откроем слайд, это поможет, да, то есть у нас вот... Нет, сейчас, вот это вот, да? Да, соответственно, неважно, идем мы через региональный центр, идем мы через свой проект, инвестиция основной части суммы должна быть до момента подачи заявки, вот этой первой петиции, которую рассматривают полтора-три с половиной года. Сейчас сложно сказать, сколько это будет для тех, кто инвестирует сейчас. Дальше идет получение визы, или, как я уже говорила, если у вас есть открытая виза, вы можете ждать решения по петиции в Штатах, да. Дальше получение визы на въезд ТБ-5, далее получение условной грин-карты на 2 года, да. То есть срок рассмотрения петиции плавающая величина, потому что это зависит от эффективности работы иммиграционной службы. Получение визы плавающая величина, потому что это зависит от работы консульства, как быстро вы назначили интервью, собрали дополнительные документы, прошли собеседование. Условная грин-карта и ее срок действия фиксированы 2 года. И, соответственно, по истечении этих двух лет, когда вы подаете следующую заявку 829, которую тоже рассматривают пару лет, вы должны показать вот к этому моменту создание 10 рабочих мест и доказать его формами налоговых деклараций на сотрудников, которые у вас были трудоустроены. То есть, по сути, у вас есть, ну там, 4 годика где-то на создание этих рабочих мест. Но, опять же, это не упрощает процесс эти рабочие места, их нужно создавать, их нужно держать. И зачастую, когда вот мы начинаем работать с инвесторами, очень часто первая мысль, что, значит, я не буду никакие региональные центры, я пойду через свой собственный бизнес. И дальше начинается вот подбор этих бизнесов, которые смотрят, выбирают, да. И вопрос, да, но я же не могу понять, будет ли там 10 рабочих мест через 4 года или нет. То есть, ты должен вначале проинвестировать деньги и в процессе создать 10 рабочих мест. Если у тебя бюджет 10 миллионов, и ты как бы делаешь гораздо более крупный проект, тогда, да, как бы, наверное, для тебя 10 рабочих мест в Штатах это не так много. Но такое не так часто встречается, чаще всего все-таки. Давайте, действительно, у нас много вопросов накапало. Ирина, Сергей, ответим обязательно. Сейчас просто еще парочку моментов. Вот смотрите, начало процесса и петиция вот 526-я. Еще раз уточнить. В тот момент, когда я подаю эту петицию, если у меня в этот момент есть виза в США, я могу по этой визе въехать, и эта петиция, подача этой петиции означает, что я могу находиться на территории США в это время. Здесь у нас есть такой тонкий нюанс, тоже проговорю его. Если у вас есть визы, например, студенческая, туристическая, да, они являются неиммиграционными визами, и считается, что когда вы въезжаете на территорию США, у вас должны быть неиммиграционные намерения. Поэтому на подачу документов по визе ИБ-5 и на смену статуса сразу, как только вы заехали, вы подать не можете. Вы должны подождать 90 дней. 90 дней считается приемлемым количеством дней, в течение которых у вас поменялись планы, и ваша цель поездки поменялась, и вы решили сменить статус. Соответственно, у вас должна виза действия, ну, там можно по туристической виде, например, в последний день действия визы въехать, да, и ваш статус определяется при прохождении таможенного контроля, чаще всего это 180 дней. Соответственно, вот 180 дней, через 90 дней вы подали документы на ИБ-5, подали документы на смену статуса, и вот в тот момент, когда вы подали документы на смену статуса по программе ИБ-5, соответственно, вы фиксируете свое законное пребывание, и сейчас вы уже в штатах находитесь в статусе заявителя по программе ИБ-5 и ожидаете своих временных документов. Там первоначально выдают разрешение на работу, и адванс-пароль и карточку на въезд-выезд. Вы их дождались, и с ними уже вы можете работать и въезжать-выезжать с территории США и как бы находиться в штатах. Если студенческая виза, то же самое, и там есть визы смешанного характера, например, если у вас там есть H1B, L1 или O1, ну, это вот, опять же, тоже лучше проговаривать предварительно с адвокатом, там вот это требование относительно 90 дней может немножко модифицироваться. Давайте поступим сейчас так. Мы по, собственно, ходу рассмотрения этих заявок мы еще обязательно поговорим. Я просто сейчас задам те вопросы, чтобы наши зрители получили на них ответы. Они относятся к разным частям проекта. Во-первых, могут ли несколько инвесторов подаваться в программу? Здесь у нас первое. Одна заявка – это инвестор и члены его семьи. Супруг супруга, дети до 21 года. Это одна заявка, один инвестор, одна петиция. Если вы подаете в свой собственный бизнес, не в проект регионального центра, а в свой собственный бизнес, то, опять же, изменения с марта прошлого года, раньше этого не было, что в проекте возможен только один инвестор по программе EB-5. Если у вас есть два инвестора по программе EB-5 в одном проекте, то вам нужно привлекать лицензию регионального центра для того, чтобы осуществить процессы. Соответственно, это вот отвечая на все инвестора. Если мы говорим про проекты региональных центров, то там вот в каждом проекте есть 10, 20, 30 слотов на EB-5 инвесторов. И там их, естественно, без разницы сколько, но они, по сути, не соинвесторы, а отдельные единицы в этой ситуации. Следующий вопрос. Если вкладываться в жилую недвижимость, можно ли претендовать на EB-5? Тоже интересный вопрос, потому что если мы говорим в принципе про историю работы программы EB-5 и те региональные центры, у которых есть статистика возврата и одобрения вот этих последних грин-кар, у них нет такой истории, как когда вы инвестируете в какую-то там квартиру, например, вы получаете собственность на квартиру и за счет этого оформляете документы. В Майами был проект несколько лет назад, и насколько я знаю, сейчас есть проект, где они предлагают какой-то вот микс программы EB-5 и покупки недвижимости. Это больше исключение из правил. У нас есть очень большие сомнения от того, насколько, собственно говоря, инвесторы дойдут до постоянной грин-карты и гражданства в таких проектах, потому что требования по программе EB-5, что это должен быть бизнес без какой-то гарантии возврата денежных средств, а тут вы получаете договор на квартиру и, соответственно, участие в программе EB-5. Вот это единственный проект, про который мы слышали, но с нашей точки зрения риск не получения постоянной грин-карты там очень высокий, у этих региональных центров не было ни одной одобренной возврата, то есть возврат инвестиций не применяется здесь, одобренных 829-х петиций, да, поэтому мы даже не считаем, что это программа EB-5, потому что вот я показывала там структуру инвестирования, даже если деньги инвестируются в проект жилой недвижимости, то это будет участие в капитале строительства и получается, либо вот это юридическое лицо, в которое вы проинвестировали денежные средства, занимает спонсору проекта денежные средства, либо у него preferred equity, там частичное долевое участие в проекте, но у инвесторов нет физических прав на там одну-две квартиры, да, то есть эти жилые комплексы строятся полностью под дачу, имеют одного собственника, который занимается управлением и сдачей в аренду квартир, то есть это немножко другое. Еще один вопрос, частично на него отвечали? Да, можно еще здесь тоже добавлю, потому что, опять же, вот очень часто этот вопрос задают, связанный с недвижимостью, потому что в Европе, да, например, большое количество программ резидентства золотых виз связано как раз с покупкой недвижимости, то есть вот такого процесса в Штатах у него нет. Более того, если вы купили недвижимость в Штатах, это может являться причиной отказа на вашу следующую туристическую визу, потому что вы, собственно говоря, делаете какие-то действия, которые могут инспекторы навести на мысль о том, что вы обживаетесь в США, и им это не нравится. Поэтому на основании туристического статуса можно купить недвижимость, но нужно быть аккуратнее с точки зрения налогообложения, там свои нюансы есть. И второй момент, при подаче документов на туристическую визу, если вы слишком часто ездите, у вас там недвижимость, вы можете запросто получить отказ. Окей. Я попрошу контакты еще Варвары опубликовать, потому что я думаю, что сейчас вопросов уже довольно много. Если не на все успеем ответить, чтобы можно было чуть позже все желающие свои вопросы уже лично Варваре задали. А в продолжении того, о чем вы говорили, так, значит, вопрос звучит так. Если проект регионального центра завершается в течение трех лет до получения вот грин-карты, как в этом случае будут определяться результаты целей? Ну, понятно, да, то есть проект закончился раньше, чем формально вы получили вот грин-карты. Документы, да. То есть здесь о чем мы говорим, то есть опять же два процесса. Инвестиции в этом случае мы убираем, да, то, что происходит с деньгами нас не интересует, нас интересует, что происходит с документами. На первом этапе мы заявляем, что строительство, проект это строительство отеля, например, да, стройка ведется два, там, два с половиной, три года. По сути, региональный центр по, при подаче второй петиции 829, он должен предоставить все подтверждающие документы, что рабочие места были созданы. И они предоставляются вот с этого периода строительства проекта. И несмотря на то, что строительство уже завершилось и проект уже работает и функционирует, требования первоначально были выполнены, расходы проекта были понесены, поэтому инвесторы при этом получают свои документы как постоянную, так и, ну, естественно, короткую, потом постоянную грин-карту. И обратный пример. А если реализация проекта очень сильно затягивается? Ну, то есть, хотели сделать там за три года, а к моменту получения рассмотрения... Да, вот здесь вопрос затягивается. Вот мы, например, начали строительство, да, дальше, ну, не получили разрешения, например, да, от города на строительство объектов, да. Региональный центр не предусмотрел спросить, есть ли оно, да, к примеру. Соответственно, и проект, ну, вот прошло пять лет, ничего не происходит, да, документы не одобрят. Правильно. А если, как бы, все, строительство идет, оно должно было закончиться, но еще процесс идет? Здесь мы будем смотреть, сколько, какие расходы понес проект, да, собираем документы и подсчитываем, хватает ли рабочих мест. При этом рабочие места, они распределяются по дате подачи, вот на... Чаще всего, зависит тоже от проекта, в большинстве случаев распределяется в зависимости от даты вашей подачи на 829-ю аппетитцию. Вы говорите, мы будем смотреть, мы... Кто мы? Да, региональный центр будет. Региональный центр, окей. Так, тогда еще один вопрос, и потом все-таки переходим, перейдем к планам. Вот у вас есть еще такой дивный слайд, я бы хотел его показать. Это несколько проектов, да, которые есть у регионального центра, просто вот это примеры того, во что, собственно, вкладываются. Да, это вот пример. Это только 10 часов, это то, что, условно говоря, вы предлагаете, то есть как вы, ну... Да, соответственно, это те проекты региональных центров, у которых есть уже понятная статистика по возврату денежных средств в прошлом, они могут ее показать, могут ей поделиться, и кто-то предоставляет дополнительные аудиты, заверенные аудиторскими компаниями, кто-то просто предоставляет свою внутреннюю статистику, очень часто региональные центры открыты для того, чтобы дать контакт своих прошлых инвесторов, с которыми можно поговорить и обсудить, собственно говоря, как у них прошел. Но вот это примеры там тех трех проектов, которые есть сейчас. Частичное финансирование по строительству завода, по производству чистого водорода, очень крупный региональный центр, у них более 48 проектов, как раз вот я упоминала, с возвратом инвестиций, не очень большая часть капитала ИБ-5, и компания, которая является спонсором проекта, акции ее котируются на Нью-Йоркской бирже. Второй проект строительства жилищного комплекса, это вот как раз история, когда деньги инвестируются, и кусочек проекта получается в форме Preferred Equity с заранее оговоренной ставкой использования денежных средств и возврата денежных средств, и проект это третий строительство трех логистических комплексов. Опять же, по проектам мы даем вводную информацию, дальше мы делаем звонки с самими региональными центрами, которые уже отвечают на более технические вопросы, и после этого вы получаете проектную документацию, в которой также прописаны все нюансы того, куда вы инвестируете, как порядок распределения денежных средств, бизнес-классового проекта и прочее. И еще один важный момент, вы его упомянули, Варвара, буквально сказать, значит, у каждого регионального центра под каждый проект, как я понимаю, есть определенная квота, то есть, словно говоря, вот под этот проект региональный центр может привлечь средства там двух, трех, пяти, десяти, пятнадцати заявителей по программе EB-5. Ну, по сути, когда мы говорим про подготовку регионального центра к продвижению регионального проекта, что происходит? Есть владелец проекта, которому нужны деньги, есть региональный центр. Они сели и договорились, что региональный центр со своей стороны обязуется собрать вот такую сумму, ну, например, восемь миллионов, соответственно, в течение следующих шести месяцев, к примеру, да, соответственно, ставка будет вот такая, деньги нужно будет вернуть тогда-то в полном объеме, выплачивается, соответственно, доходность таким образом, и владелец проекта, да, подписывается, что у него есть некие обязательства, так как по программе они существуют. Соответственно, предварительная договоренность есть, отлично, подготовили всю документацию, которая требуется для инвесторов, инвесторы просмотрели все эти документы, собралось 10 инвесторов, если это по 800, и их денежные средства пошли в проект. Соответственно, в зависимости от суммы, на которую договорился региональный центр по использованию в проекте, зависит количество инвесторов. Иногда у них бывает, что они прописывают, что сумма может варьироваться от такой-то к такой-то. И если, например, очень большое интерес со стороны инвесторов, да, они первоначально там могли озвучить 8 миллионов, но в документах было прописано, что региональный центр может там повысить объем финансирования до там 9600 миллионов, чтобы увеличить до 12 инвесторов, и просто, ну, больше инвесторов тогда. А бывает, возможно ли такой риск для меня? То есть я обратился вот в какой-то региональный центр, этот региональный центр пообещал собрать какую-то сумму для какого-то проекта. Я, собственно, эту сумму готов проинвестировать, проинвестировал, а региональный центр общую сумму не собрал, он собрал только вот, условно говоря, там. Если мы говорим про крупные, небольшие региональные центры, да, то есть это тот риск, который инвестор должен понимать, что есть, да, ему нужно понимать, сможет ли вообще региональный центр набрать эти деньги. А как бы просто оценка проекта? Ну, опять же, вот, например, приходит к вам проект, да, мы смотрим, как бы, расскажите, пожалуйста, про региональный центр, да, когда начали работать, отлично, как бы, какая команда, отлично. Сколько у вас собранных проектов, хотя бы собранных, да, для начала? Это открытая информация вообще? Нет, это нужно идти к региональному центру и спрашивать региональный центр его статистику. Нигде на официальных источниках открытой информации по статистике нет. Мы идем напрямую к региональному центру, говорим, здравствуйте, мы вот компания, которая работает в России, мы работаем с инвесторами, расскажите нам, пожалуйста, про свой региональный центр и вашу статистику. Они дают информацию про то, там, какое количество инвесторов у них было, есть ли у них одобрение, вот, последних 829-х статистик или нет, сколько у них проектов с возвратом капитала, да, то есть это вот та работа, которую нужно сделать там предварительно, и, ну, в принципе, опять же, инвестор может пойти и сам поискать всю вот эту информацию, это займет достаточно много времени, потому что, опять же, какого-то централизованного, адекватного источника, где можно хотя бы даже просто список региональных центров посмотреть, его нет, есть сайт иммиграционной службы, который вы можете открыть и посмотреть все региональные центры, у которых есть лицензия. Но далеко не факт, что эти региональные центры продолжают вести свою деятельность, у них есть открытый проект для инвестирования в настоящий момент времени, и как из этих 600 понять, да, кто имеет хотя бы один проект с возвратом капитала, но задачка достаточно такая. Интересно. Можно ли вступать в программу регионального центра, которая уже начала реализовываться, но на неначальном этапе, то есть, по-моему, быть не первым? Ну, смотрите, если мы говорим про крупные региональные центры, да, в которых какой-то такой поток идет инвесторов, проектов, да, мы сегодня там говорим про их два проекта, мы сегодня с вами познакомились, я объяснила, как она работает, как она функционирует, и, собственно, вы сказали, хорошо, я подумаю, да, там получили какую-то вводную информацию, приходите через шесть месяцев, ну, вроде как надумали, да, соответственно, через шесть месяцев проекты поменяются, да, вот этот у них цикл набора инвесторов, он идет постоянно, и в зависимости от размера проектов он идет чуть быстрее или чуть медленнее. Если, то есть в этих ситуациях, там, если честно, даже как бы ты не отслеживаешь тот момент, где там первый инвестор, второй, то есть чаще всего, когда инвесторы приходят, там уже кто-то проинвестировал деньги, и у них цикл набора, ну, там, шесть-восемь месяцев. Те региональные центры, которые поменьше, у которых тоже есть статистика возврата денежных средств, у них, например, там, вот проекты, которые сейчас открыты, да, они достаточно давно открыты, они будут продолжать набирать инвесторов в течение этого всего года, вы там точно не будете первыми, и вы это понимаете. Окей, давайте тогда уже в завершении нашей беседы несколько моментов про описание процесса и про вашу, собственно, роль во всем этом процессе. То есть, вот с чего начинается? То есть, как бы человек просто говорит, да, я готов, и что? Что значит, что он готов, во-первых? Да, что значит, что он готов? Если он говорит, что он готов, мы говорим, хорошо, давайте еще раз выделим время, созвонимся и пройдемся по основным моментам, чтобы мы понимали основные условия программы EB-5, да, грин-карта – это проживание в Штатах, вы должны в идеале больше, чем полгода жить там. Грин-карта – это налоговое резиденство, вы обязаны платить налог на доход, полученный по всему миру, и все ваши доходы, получаемые в России, облагаются у поставки, которые в Штатах гораздо выше, чем у нас. Соответственно, вы точно понимаете, что вам это нужно, вы понимаете, что в проекты, которые вы инвестируете, в них есть доля риска, и сумму могут вернуть не вовремя, не в полном объеме, да, вы понимаете, что процесс может занять весь до, там, 5-7 лет сначала, до получения постоянной грин-карты. То есть, вот если мы здесь понимаем, что, ну, клиент, семья, очень часто, кстати, документы оформляются, например, на студентов, когда студент поехал в Штаты, остался, хочет остаться там, и для него делают программу UB5, при этом родители остаются в России, а документы оформляются на инвесторах. Если мы понимаем, что все, вот эти базовые моменты, они понятны инвестору, и он готов двигаться дальше, то следующий этап – мы подписываем договор на конституционное сопровождение. Наша ставка 10 тысяч долларов, но она разбита. Для начала процесса предоплата 1000 долларов, и после этого мы уже начинаем работать активно по процессу. Две мы получаем от клиента после того, как он получил короткую грин-карту, и семь после того, как получил документы обратно, и вернули денежную инвестицию в полном объеме ему по проекту. Дополнительно от региональных центров мы также получаем комиссию, и об этом мы тоже говорим всегда на первых встречах. Соответственно, после того, как мы подписали договор и начали процесс, следующий шаг – это выбрать инвестиционного адвоката. Здесь мы слушаем, очень часто клиенты уже общались с кем-то из инвестиционных адвокатов, или, например, кого-то там видели на примете, кто есть. Мы даем ту информацию, которая у нас есть, потому что количество русскоговорящих адвокатов, собственно, в программе ИДУ-5 не такое большое. И мы за счет того, что достаточно давно работаем с программой, работаем с крупными региональными центрами, в принципе, для нас труда большого не составляет узнать, насколько действительно большой опыт у того или другого иммиграционного адвоката в прошлом. Потому что они все говорят, что у них большой опыт, но у одного большой опыт – это 100 кейсов, а у другого большой опыт – это 2-3 кейса, поданных в последние пару лет, по которым даже нет одобрений. Поэтому здесь аккуратней. Даем список адвокатов. Далее делаем консультации, получаем ценовые предложения, проговариваем, на каком этапе какие денежные средства, соответственно, при работе с этим адвокатом будет платить клиент. И после этого выбирается иммиграционный адвокат, начинается сбор документов. Сбор документов – здесь основная часть, помимо личных документов инвесторов, как раз показать законный источник получения денежных средств. В Штатах очень жесткие требования. Они требуют показать source and trace. Соответственно, даже, например, если вы продали квартиру в прошлом году, получили деньги, и все это видно по банковским выпискам, вас спросят, на какие денежные средства вы приобрели эту квартиру, даже если вы ее приобрели 10 лет назад. Если вы, например, работаете в ИП, да, и сдаете, к примеру, технику в аренду, да, и с этого получаете денежные средства, вас спросят, на какие денежные средства вы приобрели эту технику. И это нужно будет все показать с выписками, налоговыми декларациями, выписками из банковских счетов, которые подтверждают соответствие данных. Этот блок работы может занять от месяца до 3-4 месяцев, кого-то даже побольше, да, в зависимости от того, насколько быстро клиенту это нужно. Те, кто не торопясь, могут и по полгода собирать. Соответственно, собрали документы, и вот здесь как раз мы начинаем более активно работать с региональными центрами. Посмотрели текущие проекты, выбрали тот шорт-лист, с которым работаем, сделаем встречи. И, опять же, в этот момент, ну, основная, наверное, наша ценность, это как раз, что вот те региональные центры из того красного треугольничка, которые мы упоминали в середине презентации, то есть они у нас уже есть. Вот эта работа, она проведена. Дальше инвестор получает проектную документацию, мы помогаем разобраться с основными базовыми разниками, от одного проекта к другому, что смотрим, какой обязательный состав документов. Дальше инвестор принимает решение, подписывает договор с региональным центром, переводит денежные средства, и после того, как денежные средства переведены, иммиграционный адвокат собирает эти два пакета документов от регионального центра и от клиента, и отправляет это в иммиграционную службу. Петиция 526 подана, да, и, соответственно, начинается срок ожидания. Дальше просто ждем, смотрим, что происходит с программой В5. Быстро они рассматривают, медленно, какие сроки приблизительно ожидаются там сейчас, да. К сожалению, к тем, кто продавался там в 2019-2018 году, они попали на все, что только возможно, и ковиды, и приостановки программы, и прочее. Поэтому если вот смотреть на государственных сайтах, там сейчас просто сумасшедшие сроки подражены. Все-таки, надеемся, для тех, кто инвестирует сейчас, это будет гораздо короче. Они вот собрались государственные пошлины повышать в этом году в 2,5-3 раза, да, надеемся. Это обеспечит более быстрое рассмотрение документов. И дальше, соответственно, по процессу просто возникают какие-то вопросы. Стараемся их, насколько возможно, оперативно решить. То есть это уже такое длительное ожидание, где мы там периодически созваниваемся, рассказываем, что происходит, в принципе, с программой. Потому что вот такой долгий срок, ну, конечно, тяжело ждать. Но, тем не менее, что есть, то есть. Окей, еще несколько вопросов. Во-первых, все-таки, ну, практически, вот у вас сейчас сколько клиентов, ну, скажем, из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, на какой стадии они сейчас находятся? То есть вот, поскольку программа прерывалась. У нас основная часть, естественно, тех, кто проинвестировали, и мы сейчас ждем с ними одобрения 526-й петиции, да. Мы начали работать в 2017 году относительно недавно. Поэтому, по сути, мы вот с ними в процессе. Тех, кто сейчас работает юристами, их три человека. И мы как бы как раз вот процесс сбора документов, да. Есть несколько, с которыми мы начали, провели какую-то работу. Дальше они поставили на паузу. Мы ждем тех или иных событий, которые произойдут, чтобы мы вернулись и возобновили процесс, да. И, соответственно, вот, ну, проект мы сейчас с тремя должны начать выбирать в течение следующих одного-двух месяцев. То есть это очень длительный, растянутый во времени процесс. Такое, чтобы инвестор пришел и там за месяц проинвестировал, так практически не бывает. То есть это мы первоначально знакомимся, какие-то там полгода. Иногда год, иногда вот сейчас мы начали работать с инвестором, с которым мы уже три с половиной года, наверное, на связи, да. И вот он сейчас сказал, все, окей, давайте начинаем уже работать с адвокатом. Вот, ну вот, да, такая история. Можно ли использовать заемные средства для участия в программе? Да, но здесь есть нюансы. Если у нас займ обеспеченный, да, то нам необходимо доказать источник получения денежных средств на налоговое обязательство. Если займ не обеспеченный, если он дается от какой-то финансовой организации с лицензией, то тогда там просто, да, но получить его при этом без обеспечения, наверное, будет не так просто в реальности, да, и ставка будет, скорее всего, сумасшедшей. Если это займ, например, от знакомых, родственников, лучшего друга, да, то тогда они должны будут показать, откуда у них появились эти деньги. Ну, во-первых, там должна быть хоть какая-то логика, почему они вам их занимают, да, но это можно как-то все-таки объяснить, что если вам действительно занимают деньги, там есть какие-то причины, длительные партнерские отношения, семейные связи, но при этом тот, кто занимает, он должен будет показать вот всю историю своих денежных средств, налоговые декларации и прочее. Конечно, не все к этому готовы. Средняя стоимость услуг адвоката по процессу EB-5, но вот тут у вас цифра от 30. Да, и вот из того, что мы видим в последнее время, цены, на самом деле, достаточно сильно подросли за последний год, уж не знаю, с чем это связано. Средний ценник за процесс, он получается в районе 40-45, иногда даже поближе к 50, да, но мы говорим весь процесс. Первая заявка 526-я, получение визы, ответы на дополнительные вопросы, если они возникают, и вот вторая заявочка 829-я. Если искать адвокатов в дешевле, можно найти не русскоговорящих адвокатов с опытом, да, но здесь мы сталкиваемся с тем, что сложно. То есть специфика российских документов плюс как бы вот эти переводы, оно очень сильно усложняет процесс. С нашей точки зрения все-таки может немножко больше заплатить адвокату, но он понимает, что вы будете говорить на одном языке, потому что это может значительно растянуть и сделать процесс еще более сложным. Иммиграционный адвокат – это лицо обязательное, и это, по сути, тот человек, который соберет все документы, правильно их упакует и отдаст, ну вот, куда, не в региональный центр, получается? В иммиграционные службы они отправляют. То есть они берут документы ваши, берут документы от регионального центра, все это распечатывается, переводы, естественно, делаются ко всем российским документам, и все это вот, ну, такой достаточно большой пачкой документов отправляется в иммиграционную службу. Здесь есть адвокаты, которые работают в формате частных консультантов, ну, например, адвокаты его ассистент, да, есть какие-то небольшие, нацеленные на русскоязычную аудиторию компании иммиграционные, есть те адвокаты, которые работают в крупных компаниях, да, которых там огромное количество офисов по всем штатам, но при этом у них есть русскоговорящие сотрудники, которые знают программу UB5 и работают с ней очень давно. И здесь, да, тоже еще подчеркнуть, с точки зрения работы с иммиграционным адвокатом, здесь мы должны тоже понимать, что их часть процесса – это именно оформление документов. Они могут дать какую-то, скажем так, обратную связь по тем проектам, по которым они уже, например, работали с инвестором, насколько быстро региональный центр реагирует, отвечает, предоставляет документы и прочее, да, но их спрашивать по там рискованности или не рискованности, экономике, да, и проектов – это все-таки не очень хорошая идея. Мы идем к региональным центрам и спрашиваем информацию у них, потому что иммиграционный адвокат, вся его работа, собственно говоря, работает с документами, убедиться, что документы собраны полностью по чек-листу, в том виде, в котором они нужны, с теми деталями, разъяснениями и подробностями, которые помогут рассмотреть ваш кейс, насколько это возможно быстро и оперативно. Хотя бы не оперативно. Еще, по уточняющему вопросу, есть ли какая-то территориальная привязка к адвокату или к региональному центру, есть ли разница в статистике одобрений по различным штатам? Первое, если мы говорим про региональный центр и его проект, да, часто бывает это не только региональный центр, но группа региональных центров, например, у одной компании есть лицензии в разных штатах, и в зависимости от того, где проект, они привлекают ту или иную свою лицензию. Для инвесторов абсолютно не принципиально, где находится проект, жить при этом он может в любом штате, привязки никакой нету. С точки зрения привязки адвоката и клиента, да, то есть, ну, здесь вот такой нюанс, например, кто-то часто ездит в Майами, да, и он хотел бы, чтобы там встретиться лично, живую с адвокатом, пожалуйста, как бы в Майами есть адвокат, в Нью-Йорке есть адвокат, в Л.А. есть адвокат, да, то есть для кого это важно, да. Процесс в основном в любом случае, для реализации процесса не обязательно ваш личное присутствие, все можно сделать онлайн абсолютно, но для кого-то, да, для важных встретиться вживую, поэтому вот это только пожелание клиента. Никакого требования к точки зрения лицензии адвоката нет, потому что инвеграционное право, оно идет на федеральном уровне, короче, оно одинаковое на всю страну, и нет никаких различий по действию. И статистика одобрений по разным штатам, статистику одобрений по разным штатам не публикуют, публикуют и того суммарную по стране. Там если углубляться в какие-то аналитические отчеты, например, Ассоциация региональных центров Investing USA, она делает какую-то подборку, серию сколько рабочих мест было создано с использованием программы B5 в том или ином штате, да, но это уже прям вот как бы если задаваться целью, да, большой информативности для клиента, по сути, она не несет. Барвара, ну спасибо огромное. И в заключении вот просит еще раз, давайте вернемся немножечко к теме виз, потому что ваша компания занимается, ну, полно говоря, и B5 это как бы основное ваше направление, но сейчас, понятное дело, все, что связано с американскими визами, ну, всегда интересно, сейчас, тем более для российских клиентов, это тоже довольно актуально. Несколько слов о студенческих визах, как, что выдают, какие вообще здесь последние тенденции, буквально несколько слов, может быть, то, с чего мы уже начинали сегодня. Да, если мы говорим про студенческие визы, здесь аккуратнее с короткими программами, да, все равно последнее время работа конкурс была ограничена, и возникло такое негласное, нигде не прописанное правило, что если мы говорим про студенческую визу, мы говорим про визу для какой-то длительной годовой программы, например. Очень неохотно дают одобрение на краткосрочные языковые курсы, да, что раньше, в принципе, было достаточно часто, встречалось и было нормой. Сейчас очень большая вероятность, что при этом вы получите отказ, но и оно логично, да, с учетом того, через сколько вам квестов нужно пройти, чтобы доехать до этих языковых курсов, насколько действительно ваша цель – это языковые курсы, и почему вы не поедете на Мальту или Великобританию, а вам нужны именно Штаты. Опять же, выдают, да, здесь важно, там, кто спонсирует заявку, чтобы там все было аккуратно, по документам, по студенческим визам гораздо попроще с датами, потому что эта виза, она более приоритетна для консульства, и, например, даже в тот период, когда на туристические визы практически невозможно было записаться на студенческие визы, запись была много где открыта. Соответственно, сейчас уже поступают заявки, давайте запишемся на май, на июнь заранее, особенно те, кто знает, в какой стране они хотят подавать, и мы уже как бы вот сейчас записываем на июнь, чтобы вот, ну, пройти, например, в той же стране собеседование. Всегда они хотят знать, почему Штаты, почему этот университет, кто оплачивает поездку, чем занимаются родители, чтобы картинка студентов совпадала. Отказы есть, но их меньше, чем, например, по туристическим визам. И очень часто причина отказа, там вот действительно, когда какая-нибудь тетя спонсирует непонятную поездку и обучение студента, то есть это вызывает вопросы. Родственники в Штатах, кстати, тоже вызывают вопросы. Всегда кажется, что, мол, ну, у меня там мама-папа, да, условно, ну, мама-папа, наверное, плохой пример, сестра там, да, то есть для нас кажется, это хорошо, что мы показываем, что у нас есть родственник в Штатах, а комплекс смотрит на это немножко по-другому. То есть у вас более высокий риск того, что вы приедете туда, возьмете и останетесь. Не имею, не соблюдаю ничего, меня не имею, ничего не связываю. Да, ну, то есть там есть ряд нюансов, которые, опять же, в зависимости от ситуации, просто разбираем. Возможно ли получить клиническую визу без оплаты обучения? Ну, это зависит от университета. Для визы основной момент, чтобы вам университет дал I-20, а они дают I-20 там в зависимости от университета. Точно там в подробности не погружаюсь, потому что все-таки поступлением в университеты мы не занимаемся. Мы уже работаем с клиентами, когда у них есть университет и есть I-20 на руках. Но если вы, например, не оплатили еще обучение, то сумму, которая требуется для обучения и для первого года проживания в Штатах, в любом случае нужно показать на ваших счетах или на счетах ваших родителей, что у вас есть эти деньги. Если вы не можете показать этих денег, то вероятность, что добрая отвиза очень маленькая. Окей. Ну что ж, друзья, Варвара Латынцева, компания Second Wind. Я думаю, что мы... Понятно, что на все вопросы ответить невозможно, но, как я понимаю, если кто-то действительно заинтересуется программой EB5, то у вас, во-первых, контакты Варвары и компании на экране, а во-вторых, общение может быть долгим, как я понимаю, как вы сказали, во времени оно может быть растянуто, и на все вопросы вы ответили. Разумеется, завтра мы уже выложим запись этого вебинара, и здесь, и в Телеграме на нашем канале вы сможете ее посмотреть. В начале следующей недели статью с подробными комментариями, может быть, даже чуть шире, коснемся тех вопросов, на которые мы ответить в данном случае не успели, или просто они не прозвучали, но в начале недели мы обязательно тоже их опубликуем. Варвара, спасибо огромное. Спасибо вам за приглашение, за возможность, да, и спасибо всем, кто особенно с нами остался до конца вебинара, надеюсь, было полезно и интересно. Спасибо большое, до встречи, и следите за обновлениями на Приане в ближайшее время. Много вебинаров, 2023 год начали активно, всем мира, всем безопасности вам и вашим близким. Спасибо огромное. До свидания.